Всем привет! С вами Алис Канабирдал. Сегодня мы говорим о вулканах и землетрясениях. Начинаем обзор Солнца. Включаем наш кинотеатр и смотрим, что же происходило. Но мы видим, что вспышки, причем обратите внимание, как они происходят, они практически стреляют. Что самое интересное, что скорость очень большая. Очень большая, сразу, смотрите, выстреливают, вот видно, вот только она образовалась и сразу полетела целиком. И все пока вот где-то мы видим между семью и одиннадцатью часами, основные процессы. То есть это все будет развиваться на следующей неделе. И если посмотреть на наше Солнце, то вот можно увидеть уже первые признаки. Мы видим, что номеров нет, зато вы посмотрите, какие размеры пятен. Два пятна просто здоровенные, как две отдельные активные зоны, хотя это все только часть одной зоны. Нас ждет очень много чего интересного. А нам Чалон передает привет из Хаджинта, из солнечного Таджикистана. Всем спокойствия и мира. Да, на следующей неделе нам, наверное, понадобится спокойствие. Я думаю, потому что процессы, конечно, развиваются необычно очень. И когда повернется полностью эта зона, то видно, как она стреляет, с какой скоростью. Вот, отлично. Здесь уже сейчас видно ее размеры, насколько она выпячивается. И стрельба идет одна за одной практически. Тут Валентина Чижик считает, что Солнце помогает Земле очиститься от грязи. Если верить сказке Чуковского, Солнце пытается вырваться и спасти крокодила. Здравия и спокойствия всем честным людям. Ну да, получается что-то вроде бы этого. Потому что Егор тоже из Санкт-Петербурга считает, что Ярила просто в ярости. Сейчас повернется и можно ощутить всю ярость. И дроллер ее маршрутки пишет. Смотрю на графики активности Солнца, а в голове кружится вальс и мысль. Живые будут завидовать мертвым. Сергей из Смоленска пишет, что озвучено несколькими разными провидцами в конце 2020 года. В том числе христианскими старцами, которые реально жили как христиане в посту и молитве. Ну и в общем-то, что хочется сказать. Что мы сейчас проходим период четырех садников апокалипсиса. И мы сейчас находимся только на втором. То есть, еще два основных еще впереди. И поэтому в ближайшие годы произойдет много чего существенного, хочется сказать. Но можно к этому ко всему подготовиться. То есть, как говорится, делать запасы. Делать запасы в разных местах. Повышать свою мобильность каким-то образом. Ну и прочие методики. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас с дырами на Солнце. Дыры, в общем-то, особой проблемы не составляют. Мы видим, что вот здесь прямо по центру у нас вот такая очень миниатюрная. Но очень аккуратно располагается прям строго по экватору. И завтра она будет четко смотреть в сторону нашей планеты. И, кстати, вот обратите внимание, вот этот более тревожный знак, я считаю, когда дыра располагается с суперактивной зоной. И, в общем-то, вот это сочетание очень плохое, потому что там происходят выбросы. На границе их происходят выбросы. И это очень хорошо, что эта зона чуть-чуть севернее. Если бы она была прямо на экваторе, вот здесь бы лежала, то тогда, в общем-то, могло направиться прямо четко в сторону нашей планеты. И если бы вы видели, там вспышка С1.2 родила в бурю второго уровня, потому что четко была, причем там не четко, а где-то процентов 5 было все-таки отклонение. То что произойдет, если вот такая вот махина произведет выстрелы такие и четко в сторону нашей планеты? Сложно себе представить. Ну и видим, что работа ведется вовсю. Посмотрите, какая фигура здесь выстроилась. Все в зоне М практически несколько часов. Да практически весь вчерашний день находилось в зоне М. Солнце сейчас оно собаковалило спуститься до уровня С. Но вспышки, смотрите, таким чистоколым, причем нехилые. Там С7 фигурирует там. Очень высокая активность, поэтому С-класс. Вспышки я бы здесь 100% вставил. Смотрите, здесь четко, она даже не собирается. М-класс 20% и Х-класс 5%. То есть вероятности высокие. А вот геомагнитная обстановка абсолютно в норме. То есть 1,2 сейчас все тихо, все спокойно. Прогноз только вот 18-го числа. Здесь возможно, ну за счет дыр, небольшой приток солнечного ветра. Так вроде бы тоже все тихо, все спокойно. Так, и смотрим на вулканы. У нас 44 вулкана. При норме 40 сейчас извергаются. В целом ситуация довольно-таки стабильная. Ну вот на Камчатке там происходит извержение вулкана. Наш Велочь, потом ПОАС в Коста-Рике. Но так ничего сверхъестественного не происходит. Так, да, кстати, вот заканчиваясь с Солнцем, Анна Русса из Екатеринбурга пишет, «Наше солнышко что-то задумало, но светлые победят однозначно всем добра и любви». Абсолютно верно. Да, и Алексей Покровский пишет, что светило отжигает, ждем сюрпризов на земле. Вот, ну, напрямую не хочется получать такие выстрелы, он пишет. Но они даже и косвенные могут при такой силе оказать довольно-таки сильное влияние. Так, Ники Ники пишет, вопрос был в том, что не активность меняет настроение людей, а настроение людей, возможно, меняет активность Солнца. Я хочу сказать, что не настроение, а может быть, деяние, вот об этом стоит подумать, понимаете. Это все-таки разные настроения, настроения, как бы тоже. И Василиск пишет, если Солнце сравнить с Землей, то там тоже вулканические выбросы. Ну, кстати, да, абсолютно правильно, потому что мы видим, что периодичностью тоже вулканов, активация их, да, происходит в разных зонах по-разному. Ну, и сама активность такая прям очень похожа на то, что происходит в активных зонах на Солнце, поэтому я согласен с этим. Так, давай теперь посмотрим сейсмическую активность. 116 землетрясений при норме 150, магнитуды 2 и выше. Непонятно, почему такая низкая активность. А вот уже даже сейсмологи обратили на это внимание, что активность понижена, и стали там развивать какие-то теории, что снижается скорость движения тектонических плит. Ну, ладно. Здесь 3,3 в Исландии, глубина 3,8 километров. Вулкан Крисувик здесь продолжается вот эта серия. Обратите внимание, как Алжир активен в этом году, просто постоянно. Здесь 3,3 на севере, 2 в Италии, на запад открыта. Вот у нас троечка в Восточном Средиземноморье. Вот о чем я говорил, видите? Оно ходит кругами. Вот вам Сирия подсоединяется. 3,8 на глубине 20 километров. Вулкан 300-02. Вот он круг, понимаете? Вот к западу от Кипра, вот сюда южная Турция, Сирия, Ливан, Израиль. Вот она вот так вот кружится туда-сюда, туда-сюда. И, в общем-то, где выйдет, непонятно, но активность высока. Северная Осетия 3,3 на глубине 10 километров. Это вулкан Казбек о себе дал, заявил о себе, дал знать. Так, Китай 4,7 на глубине 10 километров, южный Китай. И вот у Хопсугул у нас 3,3 на глубине 10 километров. То есть это тоже как бы привет Байкалу. Так, давай теперь смотреть, что у нас в Тихом океане. 4,1 на Ливудских островах. Здесь вулкан Тана, глубина 41 километр. Курильские острова 4,7-35 километров. Здесь вулкан Кунта-Ментар. Япония на юг 4,5-505 километров. Вот видно, даже по рельефу дну, видно, что здесь глубокая такая часть, как корыто. Именно в этом корыте и происходят сверхглубокие землетрясения. А поверхностные происходят как раз больше по хребтам. Так, Тайвань 4,014 километров. 3,3. Вот северная Филиппина, здесь две тройки. На запад, на восток от Филиппин 4,1-72 километра. На юг здесь две тройки. И вот у нас здесь целая серия южнее Филиппина. 4,6-10 километров. И 4,3-так расположились. Так, Суматра у нас 4,1 на глубине 10 километров. Вулкан Бур-Ни-Телон. Ну, сложное название. Так, Ниас 4,6-18 километров. 4,8-10 километров. Ну, это все автошоки. Вот можно рассматривать, как... Вокруг Зонского пролива здесь три тройки. 4,4 в море Флорес. На глубине 23 километра. Вулкан Сангинг. Здесь еще 3,1 к востоку от Явы. Так, Малугусское море 4,2 на глубине 87 километров. У Соловейси 3,5 двоечка. В море Банда 4,6-461 километра. И опять, смотрите, видите, сверхглубокие. И здесь такое вот тоже корыто в океане. Так, две тройки. Это море Сирам, по-моему. 3,5. Да, а там вон. 4,4 западная Папуа. На глубине 107 километров. И троечка еще там. Восточная Папуа на севере 4,7-10 километров. Здесь вулкан Бам. Вот так вот. Так что Бам. Видите, еще и вулкан есть такой. 4,8-10 километров. Тоже это вулкан Харги Галасиула. Но это было уже. Это в Новой Британии. В Нуату 5,4-10 километров. Здесь вулкан Норсвейт. И глубина 217 километров. 4,3 магнитуды. Так. Кермандеку здесь 4,1-300 километров. 4,3 у Северного острова. И на Южном острове 2,3 произошли. Так. В Антарктиде ничего нет. Зато, смотрите, здесь Майота опять дает. 3,2 на глубине 46 километров. А вот, как говорится, зуб дает. Там под водой сейчас проходит извержение. Началось. То есть, лимподготовка к нему. Здесь Гавайи двоечки. Ну, там четверки были, да, на днях. Вот здесь у Калифорнии двоечка. 3,1 в Нижней Калифорнии, у Мексики. 3,8 на севере Мексики глубина 10 километров. И в Нью-Мексико здесь, в США, две двойки. Так. Юг Мексики. Здесь на севере это Акапульки 2,3. Акапульки 3,3. На юг 4,4-9 километров. Здесь прям такая серия 4,0-5 километров. Прям один в один. Тоже такая вулканическая, да. Прям на побережье, на границе вот здесь озеро какое-то. Там 3,4, вот 4,1, 3 километра. Очень неглубоко. Но вулкан не указан какой. 3,9 в Центральной Мексике, 3,5. Вот 4,0 на глубине 193 километра. 4,1-135 километров. И вот здесь вот в заливе у нас 4,1-17, 4,063 и 3,3 там уже происходит. Наблюдается. Так, вот вам 5,2 у Гондураса. Ну, отнесли к Сальвадору. А вулкан вообще к Никарагу отнесли, к Сигуино. Ну, сложно, сложные там, видать, на этом участке взаимоотношения. 3,6-18 километра, 3,3, здесь еще две двойки. Это Никарагу у нас. Пуэрто-Рико у нас троечка и двоечка. Довольно тихо. Юг Перу. 3,6 на глубине 13 километров. Вулкан Ким Сачата. Ким Сачата. Север Чили, 5,3, 65 километров. Ну, здесь давно активность бродила, плюс несколько троек. 3,0 у Капьяпо. Так, здесь 4,0 на глубине 10 километров. На запад от Сантьяго и 3,2 там 29 километров. И на границе здесь две тройки на глубине 35 километров. Смотрим Сэндвичево острова. Что-то куда-то съехало от основной гряды. Смотрите, 64,7, 5,1 это глубина. 5,1 магнитуда. Вулкан Протектор Шуал. Ну, видите, здесь основная цепь-то вот островов. Вот она как идет, да, полукругом. А вот здесь такие дополнительные, ну, видно, подводные вулканы. Ну, и вот там вот как раз с пятерочкой произошла. Так, ну что, можно подводить итоги. Активность, в общем-то, чувствуется, что пониженная. Но в некоторых регионах есть интересные вещи. Допустим, вот в районе Вануату. Мне кажется, в районе Новой Зеландии тоже сейчас пошла энергия. В Индонезии неспокойно. Вот сэндвичи традиционно. Боливия, Чили здесь активность высокая. Ну, и в районе Карибского бассейна. Ну, а с вами был Алекс, канал Берлабжи. Отличного прожения! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...